Взрывы снарядов Свистели пули ни в коей мере Не примешает их заслуг Александр Иванович Резинкин Тружник тыла Родом из села Филипповка Ультёвского района Началась война В июне 22-го А его в августе Забрали, мы проводили На фронт Мне было 12 лет Перешел в 5-й класс Но в 5-й класс Не пришлось идти Потому что Нас отобрали Покрупнее которые И в ремесленные Трудовые резервы надо Потому что Всех берут на фронт А кому-то надо Работать на заводах Ну и значит Я Первым ремесленным училищем Вот около завода Масленникова Поступил туда Вот мы стали Учиться там С лесарями, механиками Делали инструмент Молотки Ножовочные Ножовочные станки Вот эти По металлу Фасонные молотки И потом Угольники Эти вот Мерить Почему Вот В общем Весь инструмент Кусачки Пассатижи Плоскозубцы Все это Из паковок В кузнице Куют А мы Доводим их Собираем Полируем Все Обрабатываем И Значит Делали Ну и практика У нас Теория Так как Мы Не закончили Начальную школу Там вроде Четыре класса Закончили Надо Семилетку Закончить Мы Учились И Учились Работать Вот Специальности Потом Значит Когда Вот Летом На заводах Лошади Работали Машин Не хватало На лошадях Продукцию Возили Там Эти Детали Все Вот Надо было А лошадей Чем Кормить Нас Отберут Тех Которые Помассивнее Посильнее Ребят И На сенокоз Вот пока Новый Буян Нас отправляли Первый год Пока Сенокоз Не кончится Мы Возили Сено Собирали И возили Сено На быках Вот Делали лозы На лозы Наложим Сено Вот И Везем К стогу Там Значит Метает стог Ребята Вот И Значит Пока Сенокоз Не кончится А ждали Где Коровник Там Сделали Палате Нам Соломы Настелили Вот И мы На этих Палатах Жили Там Там И болохи И кусали И что Только Там Не кусал Нас А мыться Негде Ни бани Ничего А мы Месяц живем Два Живем Потому что Третий месяц Не помыться Где-нибудь Болото Найдем Или там Пруд Какой-нибудь Искупаемся И Ладно А Белье Поменять Нечем Вот Приходилось И так А что делать Вот Потому что Все Работает И Сел Всех Позабирали На фронт Все Понимаешь И Здесь Поля Надо Обрабатывать Всех Не хватало Рабочих Вот мы Замещали Их Вот Работали Вот Самые Такие Годы Самые Выносливые Вот 12-13 Лет И Мы Как бы Сказать Усталость Не знали Нам Час Сдремнуть И мы Опять Нормальные Вот мы На заводах Работали Мы Неделю На практике Неделю Работаем На заводе С бригадиром Там Поставят Нас Какому Бригадиру Он Нам Покажет Что делать Мы Делаем Эту Работу Вот Бывало И сутки Не уходили Добой Вот Сутки На заводе Вот Там Надо Что-то Сделать Обязательно Вот Нас попросят Мы Остаемся А как Вот уж Устанешь Уж Чувствуешь Вот прям Тебя Клонит Спать Залезем В верстак А там У нас Фуфайки Там Че-то Тряпки Какие Час Поспим Бригадир Стукнет По верстаку Он же Металлический Мы Сразу Выскакиваем И Че Сейчас Пошли Опять Работ Готовили Детали Вот Приходим Там Стампуют Детали Мы их Обрабатываем Там Есть Там Шаблоны Были По шаблонам Все Обрабатывали И Травку Отдавали Там Протравят Их И Везем 12-й Цех Там Где Производится Корпус Самолет Вот Который Самолет Вот стоит На Кирове Около Ипподрома Вот Эти Самолеты Мы Их Крепали Каждый День Самолеты У нас Выходили Вот С питанием 700 грамм На день Положено Было Рабочим Ну Нам Давали Как Мы Как Времесенном Числились Вот Нас Кормили Три Раза В день Завтрак Обед Ужин Там Приходим В столовую Нас Мастер Который Курировал Вот У нас Мастер Был Он Нас Собирает И везет В столовую Приходим Садимся Нам Хлеба Сколько положено Там Три кусочка Два кусочка Всем Раздаст Все Ну Первое Бульончик Ну Кашки Там Немножко Вот И это Чаек Вот Как Положено Были Голодные Можно Сказать Почему Вот Эти Вот Мы Ча Ладно А Вот Который Рабочий Они Это Семьсот Грамм Получит Они За раз Ее Чьедят И Все И Завтрак И Обед И Ужин Тут Был Голодные И Ни Картошки Не Был Ничего Не Был Вот Там Или Мороженое Какую Картошку Там Где Добьешься Сваришь Ее Вот Она Уже Черная Вся Намнешь Ее Вот Чуть Маслицем Постом Помажешь И Вкусные Кушали И Суп Варили И С С Этой С Крапивой И С Какой То Еще Травой С Суп Варили И Ели И Обходились Конечно Тяжело Было С Питанием Очень Тяжело Люди Даже Голодали Здорово Голодали Понимаете Даже Пухали С Голодом Александр Иванович Говорит Что каждый Труженик Считал себя Гражданином В полном Смысле Этого Слова Чувствовал Что судьба Страны В его Собственных Руках Что он Лично Ответственен За Настоящее И Будущее Своего Народа Город Стремительно Менял Облик Состав Населения Мирные Привычки Условия Военного Времени Заставляли Горожан Жить И Работать В едином Ритме Приближая Главную Цель Победу Девятая Мая Помните Этот День А я Работал Уже На Подшипников Заводе Это Когда Объявили Победу Ну Все Рады Были Обрадовались Вот Ну Сразу Сказать Хорошо Не Стало Правда Два Года Еще Мы Терпели Не Были Карточки Давали Хлеб По карточкам Получали Скажем Вот У матери Мы трое Было Детей У меня Две Сестры Было И я И мать А мать Неграмотная Была Так Особенно Она Работала Тоже На заводе Масленников Военный Завод Был Вот Она Нас Короче Говоря И держала Вот Так Помогала Нам Вот Потом Значит Я Стал Работать Здесь На Подшипников Заводе Тут 45-й год Половина Это и 46-й 47-й В 47-м Году По-моему Карточки Отменили Тут Уж Стало Полегче Стали После Войны Все Восстанавливать Вот Восстанавливать Все Селы Были Неэлектрифицированы Вот И Нам Приходилось Я вот Был Тогда Раньше Был Утёпский Район Откуда Я Рождением Вот Там Я был И в Этой В Антоновке Герасимовке Верхсъезжим Вот Мы Все МТС Электрифицировали Вот Запускали Там Генераторы Запускали Станки Для Ремонтов Тракторов Там Все Жили Там И Работали Вот Вот Эти Вот Все Села Мы Все Электрифицировали Школы Свет Проводили По улицам Свет Проводили Вот МТС Запускали Вот Наша работа Была Александр Иванович А что бы вы хотели пожелать Молодому поколению Молодому поколению Вот Надо Именно Такого поколения Которое Вот Было Войну Я думаю Вот По ним Надо равняться Всем И Таким Патриотом Быть Труд Это Человека Воспитывает Вот А Почему И раньше Говорили Тунеядцев Были Это Тунеядцы Это Лодырь Ты работаешь И Получаешь Зарплату И живешь Нормально А кто не работает Тунеядцем Занимается Это не Дело Это Это Не Жизнь У Александра Ивановича 60 лет Трудового стажа На одном предприятии Всю жизнь он проработал На подшипниковом заводе И сейчас Говорит ветеран Без дела сидеть не могу Сам готовит Убирается Всегда чем-нибудь Да занят Я не могу Без дела Понимаете Чтобы вот сидеть И ничего не делать Вот Я что-нибудь должен работать Что-то я должен делать Вот Или учиться Или работать Или Что-то надо Разводить Чтобы быть полезным Государству Стране Самара достойна Звания Город трудовой доблести К акции по сбору подписей Может присоединиться каждый Голосование на сайте Самарадоблесть Точка РФ Редактор субтитров А.Семкин